Судьба знаменитой Ивушки уже давно волнует горожан. Еще в 80-х это был самый известный в Краснодаре детский лагерь труда и отдыха. Свои летние каникулы здесь проводил чуть ли не каждый школьник. Одновременно отдыхали и ездили на поля собирать клубнику и помидоры. Теперь из-за смены собственников Ивушка закрыта уже третий год. Но принести пользу детям она все равно может, уверены жители ближайшего района. На встречу с главой региона больше сотни людей пришли с конкретными предложениями. Здесь частный сектор. У нас там многоэтажки. Многие выкупили дома за материнский капитал. Район развивающийся новый. Школа должна быть однозначна. Но жители соседних улиц со строительством одной школы не согласны. Тем более, что участок под здание в их районе на улице Комарова есть. Да и саму школу, по словам людей местной власти, обещали в этом году. Если построят школу здесь на Комарова, естественно будут и дороги, естественно будет и свет, и пойдет к нам туда транспорт. Понимаете, о чем идет речь? Будет школа, будет инфраструктура. Вот почему мы бьемся. Здесь надо строить школу. У нас здесь школа на лагере Ивур. Пожалуйста. Мнения разделились, эмоции зашкаливают. Примирило обе стороны решение Вениамина Кондратьева. Будем строить две школы, чтобы не было сказано и здесь, и на Комарова. Другого решения нет. Ура! Бюджет следующего года будет развернут в сторону тех проблем, которые я сегодня слышу. Нам сегодня не нужны мегапроекты. Нам нужны те проекты, где живут люди. Это мое глубокое убеждение. Поэтому в первую очередь бюджет пойдет на сады, на школы, на амбулатории. Там, где есть реальная жизнь, на станицы и хутора тоже он пойдет, и не только на Краснодар. Школу построят на месте закрывшегося лагеря. Соседнюю и начальную переделывают в детский сад. Их в Краснодаре, как и по всей Кубани, также катастрофически не хватает. Вопрос о дефиците соцобъектов глава региона поднимает уже на видеоселекторе с главами муниципалитетов сразу после встречи с жителями. Сегодня своего места в детские сады ждут почти 150 тысяч кубанских малышей. И самый быстрый способ, как говорят на совещании, – оптимизация пространства в уже существующих дошкольных учреждениях. Это позволит сократить очередь больше, чем на 11 тысяч детей. Я хочу подчеркнуть, это не переуплотнение, это оптимизация пространства на существующих площадях за счет введения новой технологии и новой мебели. Если в марте мы с вами говорили о 8 тысячах, сегодня, адресно обследовав все сады, мы говорим о 11 300 местах. К сравнению, чтобы построить новый детский садик и ввести одно место, нужно примерно 750 тысяч. Чтобы грамотно ввести в рамках оптимизации, стоимость этого места – 10 тысяч рублей. Но полностью ликвидировать очередь таким образом не получится, напоминает Вениамин Кондратьев. Без капитального строительства зданий детских садов проблему не разрешить. И задумываться об этом важно еще на этапе проектирования новых микрорайонов и жилых комплексов. Нынешнюю градостроительную политику в большинстве муниципалитетов руководитель региона считает необдуманной. На вот этих участках, которые практически могли быть использованы для строительства садов и школ, появляются какие-либо иные объекты коммерческого назначения. Или жилые дома те же самые. Это еще больше вызывает протест граждан, что по себе просто недопустимо. Потому что мы убиваем у них последнюю надежду, что там у них все-таки может появиться детский сад или школа. И строители, они должны быть социально интегрированы и социально сориентированы. А если они хотят просто строить и получать собственные дивиденды, то это не устраивает. Пусть активно принимают участие в развитии социальной инфраструктуры. Именно в частности строительстве школ и детсадов. И неприкасаемых здесь нет и быть не может. В противном случае строить они не должны. Еще одна проблема в борьбе за места в детские сады – дошкольные долгострои. Недобросовестные подрядчики срывают сроки сдачи детсадов в Горячем Ключе, Курганинском и Кавказском районах. Например, в последнем закончить строительство здания, которое смогут посещать 250 дошколят, планировали в октябре этого года. Но уже, признается глава муниципалитета, по срокам отстают на два месяца. Мы каждый день на этом объекте находимся, каждый день. Мы вызываем и сами ездим, разобираемся с подрядчиком. Мы постоянно эти встречи ведем и с Министерством строительства, и с Министерством экономики. Ни одной копейки мы не переплатили этому подрядчику. Я не снимаю своей вины, но задача, которую вы поставили до конца года, этот детский сад будет построен. Уже через полгода наступит точка невозврата, обращается Кондратьев ко всем главам районов и мэрам городов. И напоминает о поручении президента. Исчезнуть очереди в детские сады должны уже в январе 2016 года. Для этого в первую очередь таким крупным городам, как Краснодар, Сочи и Новороссийск, нужно создать тысячи мест. Сегодня же по факту не сделаны еще даже половины. Наверстать упущенное должны все, ставя задачу Вениамин Кондратьев. В противном случае спрос будет с каждого. Коллеги, это персональная ответственность. У вас должны быть зарезервированные площадки под детские сады и школы. Следующее совещание промежуточное, оно для кого-то будет не промежуточным, а последним. По крайней мере для ваших замов, однозначно, курирующих эти вопросы. Никаких оправданий уже быть не должно. Мы должны будем служить только результат, который в принципе практически будет говорить о готовности строительства и завершения тех или иных детсадов. Мария Крожная, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.